На Брянщине усилен контроль за добычей полезных ископаемых. С начала этого года в бюджет региона за использование недр поступило 8 миллионов рублей, что существенно превышает показатели прошлого года. Создана рабочая группа, включающая депутатов Брянской областной думы, департамент Росприроднадзор, Ростехнадзор, УФНС, УМВД, Россельхознадзор. Работа ведется по двум направлениям. В отношении легальных добытчиков с лицензиями и в отношении черных копателей. Проводятся рейды по пресечению деятельности черных копателей. Уже выявлено 17 фактов нарушения законодательства. Сумма административных штрафов превысила 1 миллион рублей. Кроме того, сотрудники полиции изымают у нарушителей спецтехнику. Отмечалось, что продолжается работа по обеспечению песком компании «Брянск Автодор». Предприятию уже выдано 13 лицензий на его добычу. Губернатор призвал активизировать работу в этом направлении. Я понимаю, что если мы будем покупать песок и организации, которые сегодня работают на наших дорогах, то тогда мы дешевле не сделаем эти дороги стоимости капремонта и строительства. Андрей Тимошин заверил, что в ближайшее время строительство всех дорог региона будет вестись из лицензированного песка. Это значительно снизит затраты на строительство дорог и увеличит объемы ремонта магистралей. Начальник государственной строительной инспекции Брянской области Владимир Коваленко рассказал об осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории региона. То, что было, те же Белые берега, когда дома были построены некачественно и признаны аварийными, нам уже это не грозит. Конечно же, эта проблема была, но мы, я еще раз повторяю, к сожалению, как я уже здесь сказал, это пробел законодательства. Мы с вами абсолютно правильно поступили в тот момент, когда в 2015 году, хотя в городской администрации специалисты были и начальники отдела, которые строители, вот почему так получалось, как я говорю, вот этот пробел, который позволил проекту не проходить экспертизу, мы с вами даже пошли на опережение. Напомним, в 2015 году от мошеннических действий недобросовестной компании застройщика пострадали несколько десятков семей. Жильцов из аварийных домов переселили в новостройки, непригодные для проживания. Благодаря жесткому личному контролю губернатора Александра Богомаза, тогда ситуация благополучно разрешилась. Для людей построили новое качественное жилье. Брянщина одна из первых ликвидировала пробел в законодательстве, когда объекты малоэтажного жилищного строительства не подлежали государственному строительному надзору. Призвал Александр Богомаза активизировать работу по подготовке к общеобластному субботнику 8 апреля, а также продолжить работу по благоустройству мест захоронений в районах. Акция «Всем миром», инициированная губернатором, реализуется в регионе с января. Уже благоустроены десятки кладбищ. Завершить работы планируется к великим праздникам Пасхи и Радоницы. Впрочем, как подчеркнул Александр Богомаз, наш долг – постоянно содержать места захоронений в порядке. Елена Лыщицкая, Владимир Шалободов, События Брянск.